Здесь запланировано остекление витражное, но все в новых материалах, перекрытие воссознанное. Реставраторы рассказывают, что уже успели сделать, а что еще только предстоит на даче купца Головкина. Депутат Госдума Александр Хинштейн проверил, как идет восстановление памятника архитектуры. Уже совсем скоро это здание полностью преобразится, приобретет свой первоначальный оригинальный вид и станет тем, каким оно и должно быть. Действительно, жемчужиной Самары, да и не просто Самары, а всей страны. Когда строители только приступили к реставрации здания, весь фронт работ не был понятен. Выяснилось, что блоки, из которых сложена дача, пришли в полную негодность. Подрядчики решили наладить производство новых блоков по технологии начала 20 века, которая для того времени была революционной. Блоки, из которых собрано здание, пришли в негодность. Внутри они все уже стали полые, и поэтому были вынуждены начать их массовую замену. Год назад у самарцев это вызвало определенную обеспокоенность, когда люди увидели, что привычная им задняя сторона дома со слонами вдруг исчезла, и у жителей возникал страх, что ломают исторический объект. Конечно же, это не так. Здание восстанавливается по тем историческим чертежам, по которым оно и было построено более 100 лет тому назад. По контракту в доме со слонами создадут фасады, кровлю, интерьеры. Отреставрируют скульптуры и фонтан, террасы и веранды, благоустроят территорию. Все это будет сделано за счет федерального бюджета. Обустройство спуска к Волге и место, куда смогут пришвартовываться сюда с туристами, ляжет на плечи городских властей. Лестницу с двумя платформами делаем, конечно, спуск ее. И по краям, вот там сильный уклон, другого не придумали. Мы просто посадим, нет, мы сделаем этот... Можевельник. Дом со слонами станет местом притяжения не только для туристов. После реставрации на даче купца Головкина будет работать школа молодых архитекторов Самарского политеха. Для нас очень важно и значимо, что после реставрации на территории дачи Ксена Головкина будет размещаться школа молодых архитекторов. То есть наши студенты, наши лицеисты артурного лицея будут иметь возможность пройти выставки, пленеры, пройти различные мероприятия, направленные на творческую реализацию. На сегодняшний день готовность объекта составляет 34%. Полностью отреставрировать дом со слонами планируется в 2024 году благоустроить территорию в 2025. Из федерального бюджета на эти цели будет потрачено порядка 200 миллионов рублей. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.